Сереж, вот хочу тебя спросить, не как у коллеги и ведущего утреннего эфира, как у артиста, за что ты любишь осень? Ну, конечно, за отопительный сезон. Наконец-то можно варежку не репетировать, да? Ну, конечно, за то, что начало работы, которая происходит, обычно какое-то такое театральное движение идет. Допустим, сейчас приезжают к нам московские артисты, которые покажутся, кстати говоря, и сегодня, и завтра в спектакле. Но мне, конечно, хотелось и на коллег посмотреть, потому что наверняка и они чего-то хорошего приготовили в свой новый театральный сезон. А что ты последнего смотрел в Театре кукол? В Театре кукол я последнего смотрел «Пиковую даму». Ну, это довольно, получается, уже давно было, потому что спектакль довольно давно вышел. Вот, кстати, какие-то люди сидят напротив нас, и они головой так кивают. Кто это? Кто это? Анастасия Краснова, артистка Театра кукол, и Борис Смелянец, режиссер Театра кукол. Анастасия, Борис, доброго утра. Доброе утро. Мы позвали ребят для того, чтобы рассказать о том, как в Театре кукол начнется театральный сезон. И мы, так понимаем, Борис, он начнется, Анастасия, с «Козленка», который умел считать до 10. Все верно. 15 сентября мы открываем 81-й театральный сезон, и открываем как раз спектаклем «Козленок, который умеет считать до 10». В постановке питерского режиссера Ярослава Осколкова и художницы Евгении Жердель. Этот спектакль, премьера его состоялась в прошлом сезоне, но открываем мы 81-й сезон именно этим спектаклем. А почему? Вот как вообще происходит выбор самого главного, скажем так, да? Или это вообще считается главным спектаклем, если он открывает театральный сезон? Ну, это начало. Ну, для старта это все-таки важно, да? История этого спектакля интересная, потому что у нас была лаборатория в прошлом году, и вообще я люблю Красноярск за то, что это прекрасный театральный город. Лаборатория проходит, по-моему, во всех театрах нашего города. И вот победителем победил эскиз как раз Ярослава, ему дана была возможность поставить этот спектакль. И он уже полюбился нашим зрителям, его посмотрело достаточно много наших горожан. Но решили открыться именно им, потому что все-таки, как бы мы себя не позиционировали театром и для взрослых, и для детей, все-таки мы остаемся семейным спектаклем. А это один из самых семейных спектаклей, я считаю, потому что там есть о чем подумать. Есть о чем подумать и взрослым, и детям, и дети могут рассказать взрослым, и взрослым могут сами понять что-то для себя. И не просто научиться считать до десяти, потому что, в принципе, практически все дети, приходящие к нам на этот спектакль, они знают эту сказку, умеют считать, подсказывают. Но сама история о том, что Козленок решил поделиться своими знаниями, а один подросток испугался этого и понеслась, как говорится. Да, взрослые, не думая, включились в эту историю, стали преследовать ребенка за его знания. Да, ничего не напоминает? Средневековый сюжет. Да, совершенно правильно, средневековый сюжет, кто бы мог подумать. Опять же говорю, когда приходите к нам на спектакль, думайте, думайте, не просто радуйтесь, не просто смотрите, а думайте. И правильно подбирайте репертуар. Хочу спросить немного о лаборатории. Потому что, например, в драматическом театре понятно, как это происходит, но там артисты подобрали какие-то костюмы, в чем-то вышли, что-то сыграли. Как бы понятно, в данном случае довольно сложная техническая есть часть, в виде того, что, да, допустим, нужно воссоздать, опять же таки, куклу, на это нужно время, на лаборатории это невозможно. Как происходит у вас? На подборе. Просто? Да, у нас театр славится тем, что мы никуда не выбрасываем, не утилизируем кукол. У нас есть огромный штат пенсионеров, которые уже не участвуют в спектакле. Мне кажется, это можно было бы интересно ссорить. Да, пожалуйста. Пообщаться, познакомиться. И на подборе. Их пенсионная реформа не коснется. Вот в эскизе Ярослава участвовал козел из спектакля «Чупыгек». Он чуть больше был? Нет, он примерно такой же. Он был чуть меньше даже. Но он страшный, он пугает детей и так далее. Но вот как-то актрисе удалось... Мало того, что козел, еще и страшный. Да, да, да. Совсем так, когда взрослых я смотрю. Совсем страшный козел. Да, но я хочу вернуться к теме открытия и к теме наших пенсионеров кукол. Однажды мы попробовали на театральной ночи сделать такую фотозону. Достать наших кукол, с которыми мы ведем экскурсии, которые у нас хранятся в запасниках. И дать детям в руки, чтобы они просто пофотографировались, попробовали себя в роли кукловодов. И это понравилось. И вот на открытии 15-го числа у нас будет работать фотозона. Мы обновили состав наших пенсионеров. Кто-то ушел отдыхать, кто-то из запускников поднялся наоборот к нам в театр. Там будут совершенно новые куклы, так что приходите. То есть прямо можно будет прикоснуться? Не просто прикоснуться, можно будет полагать. Ими под наш па, да. У нас будут опытные актеры работать с приходящими гостями, с детьми, с родителями. И я могу сказать, что не только дети радуются. У родителей еще не отберешь куку. Уже второй звонок. Они врач ваши, что называется, да? Ну и вообще мы этот сезон открываем. У нас много сюрпризов. Вот, например, мы выпустили к 80-летию вот такую линейку сувенирной продукции. Это у нас карандаш. Это, наконец-то, можно не хоренить корешки от билетиков, да? Здесь, да. Есть такая книжка-раскраска. Что какая? К ней прилагаются мелки, но раскраска чем интересна? Это необычная книжка, знаете, вот которая... Для детей, как у нас, для детей. Здесь есть такой винтик. Его можно раскрутить. Он совершенно спокойно раскручивается. Легким движением. Ну да, да, да. Вот так он раскручивается. И у вас получается несколько листочков, да? Ага. Совершенно спокойно вы отдаёте ребёнку один, второй, третий. Потом обратно собираете в книжку. Вот, друзья, как это выглядит. И ребёнок поясом может почитать, разумеется, её спектакль. То есть это, получается, репертуар у нас краски, правильно? Вся афиша, грубо говоря, да? Нет, не вся афиша. Здесь не все спектакли вошли. К сожалению, это был бы такой большой дом. Но ведь теперь можно... Но это не просто раскраска, это ещё и такие задания для детей. Книжка-игрушка. Да? То есть, вот, допустим, здесь мы учимся считать, здесь мы отгадываем загадку, здесь мы идём по лабиринту, здесь мы поём колыбельную и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вы правильно заметили, что сзади, на оборотной стороне, есть маленькая нотация спектакля с его фотографией. Так что это не просто развлекательная такая история, это ещё и функциональная история, когда ребёнок учится, запоминает какие-то образы из наших спектаклей, и, соответственно, уже, если были на спектакле, он узнаёт и так далее. Ну и плюс, если какие-то новые спектакли появляются в репертуаре, то с лёгкостью можно их туда добавить. Конечно, конечно, конечно. Прекрасно. Вот. Ну, естественно, пазлы, вот, такого плана. Ну, тоже по спектаклям. Тоже по спектаклям. С подвижатами. Есть с более крупными. Это какие-то наклейки, да, у вас? Да, это наклейки. Вот как раз так. Это наклейки, это прекрасно, их всегда хочется наклеить. Вот, это наклейки. Ну и, конечно, магниты, куда без них. Магниты, шоколадки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, придя к нам на открытие, вы сможете унести с собой частичку нашего театра. Это, на самом деле, это такая традиция достаточно давнишняя. Вы знаете, что все из отпуска пытаются привезти какие-то магнитики. Да, да. И ведь эта история... Ну, мы обычно в спектакле сохраняем, если вам понравился, ну, или вообще вот эти билетики. Билеты, да. Ну, это не очень удобно. А кто-то еще до возникновения магнитиков привозил, смотри, камушки, ракушки. Песок, к воду. Кто-то привозил, да. Если, допустим, я отдыхаю где-то в тайге, привожу какой-то красивый. У меня есть знакомый, вот, кстати, один из гастролеров, вот вы говорите, что приезжает, приезжает к нам. Столичная, артистная. И он у нас недавно гастролировал, ой, с утра не могу выговорить. Гастролировал театр Образцова. И вот у меня там работает очень хороший друг, и он собирает шишки. Вы не поверите, что с ним было, когда он увидел количество, размеры и конфигурации шишек красноярских. Вот он отсюда увез пять штук. Ни магнитики, ни... И у нас то же самое, пожалуйста. Вы можете выбрать себе не только магнитик, не только сладкий, быстрый десерт, но и какие-то полезные вещи для вашего ребенка, которые останутся с вами надолго. Прекрасно. Анастасия, вот хочу спросить, вы успели отдохнуть за лет? Сколько у вас отпуск длился? И, может быть, что-то для профессии вы успели какие-то там подсмотреть, не знаю, изучить? Персонажи, которые хотелось бы сыграть. Какие у вас лично, как у артистки, планы на вот этот предстоящий творческий сезон? Ну, отдохнула я очень хорошо, могу сказать. Отпуск у нас длится 36 календарных дней. Что я подсмотрела? Я отдыхала в городе Сочи. И там тоже гастролируют разные театры и частные театры. Кое-что интересное я увидела. Ну, вообще, у нас в сезоне пять новых постановок. Немало. Ничего подобного. У нас только до Нового года четыре постановки. И после Нового года планируется, ну, три. Возможно, появится еще одна. То есть в сезоне это будет когда-нибудь... То есть в 8-9 спектаклей в сезоне... Просто так бывает, что артисты, бывает, чуть меньше знают, чем в уководстве. Да, да, да. Нормальная ситуация абсолютно. Да. Ну, так вот. Хотелось бы быть занятой во всех постановках что-то новое. Можно ли нам подчеркнуть. Вообще, Настюша у нас очень любит работать. Вот, видите, она отыграла в прошлом сезоне более 250 спектаклей. Представляете, в сезон 250 спектаклей. Ну, мне трудно это как бы было, да? Она у нас просто вот передали внимание работа. О, да. А если перевести на эфиры, ну, да, это трудно. Это не перевести на эфиры. Не перевести на эфиры, да. Но по нагрузке, мне кажется, это, конечно, намного ответственнее и сложнее. Тем более, передать все эмоции через все-таки не себя, а еще через определенного персонажа, это накладывает определенное обязательство. Пожелаем вам удачного, успешного начала сезона и вообще, в принципе, всех тех планов, которые запланировали, чтобы все это было и больше, и больше, и больше зрителей. Спасибо огромное. Приходите к нам непременно. Благодаря. Я, кстати, давно не была, да, в театре кукол. Пора, пора, пора. Я тебе потом вот отдам, берите, у меня есть. Итак, Анастасия Краснова, артистка театра кукол и Борис Мелянис, режиссер театра кукол. Приходите 16 сентября. 15. 15 сентября. Спасибо большое. Открывается новый сезон.